Эти сумки не отличить от изделий известных брендов. Хорошая кожа, ровные швы, качественная фурнитура. Хоть сейчас на полке бутика. Но у них есть одно, пожалуй, главное преимущество перед остальными. Они сшиты руками людей, которые однажды потеряли веру в жизнь и веру в добро. Для инвалидов это единственная возможность занять время, получить новый навык и возможно найти работу. Как вы видели, у них получаются какие-то хорошие результаты. Мы за них радуемся, что среди наших подопечных уже есть трое настоящих подмастерьев, у которых уже что-то получается. Приют – теплый прием. Место, где людей, оказавшихся буквально на обочине жизненного пути, вновь окутали любовью и заботой. Поправили здоровье, вернули оптимистичный настрой. А еще нашли дело, которое пришлось по душе. Кожевенная мастерская здесь работает чуть больше полугода, но за это время постояльцы приюта не только отточили навык шитья из сложного материала, но и продали несколько уникальных изделий ручной работы. У нас есть группа ВКонтакте, мы там размещаем, работаем с… сейчас вот выходим на компанию Озон, вот, и также на Авито, ну и также среди каких-то знакомых, вот, мы стараемся как-то это продвигать, и в жизни какие-то результаты, вот, но они такие скромные, но мы надеемся, что это как-то разовьется. Наставник Александр Иларионов уверен, многие из тех, кто сегодня только учится кожевенному мастерству, смогут в будущем найти работы с достойным заработком. Уж очень хорошо у них получается шить сумки, кошельки и прочую галантерею. Сейчас шитье из кожи осваивают 20 постояльцев приюта «Теплый прием». Дорога будет у каждого своя, я думаю, что приют будет помогать с трудоустройством, но базовые навыки и мастерство, они приобрелитесь. Кто знает, быть может, эти уроки кожевенного мастерства для кого-то станут настоящей дорогой в большое будущее, ведь начинать сначала никогда не поздно. Нина Липанова, Вильфрид Зимковский, Новости, Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова